объясните мне это так будто мне пять лет в этом выпуске как работает кофеин почему фильмы marvel такие дорогие почему мы больше не летаем на луну и многое другое в кофеине почти нет калорий но похоже что он сам по себе дает нам энергию откуда наше тело получает эту энергию может быть кофеин заставляет тело использовать скопившийся жир у кофеина есть две схемы работы первая это блокировка сигналов мозга о том что вы устали вы можете представить свой мозг как несколько закрытых шкафчиков которых находятся разные вещи в некоторых шкафчиках находятся вещи которые делают вас счастливыми а в других шкафчиках находятся вещи которые делают вас грустными в некоторых шкафах есть вещи которые говорят вам о том что пора идти спать кофеин как бы засовывает себя в замочную скважину шкафчика в котором находится информация о том что вам пора спать и не дает мозгу открыть его это избавляет вас от усталости еще кофеин может открыть шкафчик в котором находится информация о том что вашему телу пора перейти в режим ультраэнергии. В зависимости от того, что вам нужно, ваше сердце может работать быстрее или медленнее. Если вы лежите на диване и смотрите телек, то сердце работает медленно. Если вы работаете на улице, то сердце ускоряется. Кофеин обманывает тело и делает так, что тело переходит в режим ультраэнергии. Кофеин не создает энергию сам по себе, он лишь вынуждает тело использовать свои собственные запасы быстрее. Похоже на то, как вы давите на педаль газа в автомобиле. Вы заставляете автомобиль потреблять больше топлива и ехать быстрее. Почему во время эпидемии так важно найти нулевого пациента? Все зависит от самой эпидемии. Для редких заболеваний, которые всплывают в наше время, типа Эболы, это важно потому, что люди хотят выяснить, откуда Эбола вообще взялась. Могут пройти года, и мы не обнаружим ни одного человека, который болеет Эболой. Значит, эта болезнь идет от природы, вероятно, от какого-то животного. После того, как во время вспышки Эболы вы обнаружите нулевого пациента, вы можете узнать, где он жил, что он делал и так далее. С этой информацией вы сможете вычислить вероятных кандидатов из животных-разносчиков. Потом вы сможете поймать этих животных в природе и узнать, есть ли в них вирус на самом деле. Если вирус в них есть, то вы можете предупредить всех, что именно от этого животного можно заразиться, и люди будут на чеку. Изучение болезней, которые могут переодолевать межвидовые барьеры, может научить нас тому, какие болезни будут передаваться нам в будущем. Так что, если случатся новые эпидемии, мы будем к ним готовы. Если о данной болезни известно очень мало, то прослеживание пути передачи может рассказать вам о том, каким способом болезнь распространяется. Передается ли она воздушно-капельным путем? Может ли вирус жить во внешней среде, или ему обязательно нужен переносчик? Как долго вирус может выжить вне переносчика? Передается ли он от человека к человеку, или все инфицировались от одного и того же источника? Хороший пример такой болезни – это легионилез. Эта болезнь не передается от человека к человеку, а распространяется через дыхание загрязненного водяного пара. Так что, если этой болезнью заразится несколько человек, мы можем узнать, у какого источника воды они тусовались все вместе. Таким образом, мы сделаем так, чтобы другие люди не заразились от этого источника. Обновлено! Если хотите больше информации, то я вам рекомендую эту книгу об эпидемии холеры в Лондоне. Там рассказывается о том, как впервые были применены эпидемиологические методы. Парнем по имени Джон Сноу. Нет, серьезно. Вот вам еще ютуб-видосы по той же теме. По статистике мы обнаружили 14% всех организмов на Земле. Откуда взялась эта цифра, если остальные 86% еще не обнаружены? А значит, мы не знаем, существуют ли они вообще. Подобная статистика создается на основе анализа того, что уже идентифицировано в определенной группе. Вот, возможно, более простой пример. Допустим, люди проверяют дефекты продукта. Какой-нибудь управляющий намеренно добавляет 10 дефектов, и потом все наблюдают за тем, как эти дефекты будут обнаружены. Если люди обнаружат только 3 дефекта, тогда можно установить, что они обнаруживают 30% дефектов, а 70% дефектов не обнаруживается. С другой стороны, если обнаружены все 10 дефектов, то они знают, что обнаруживаются все или почти все дефекты. Процент вещей, о которых они знают, должен примерно соответствовать проценту вещей, о которых они не знают. Это относится и к другим статистикам, например, к статистикам преступлений. Они могут посмотреть на преступления, которые, как они знают, произошли, но о которых не заявляли, и посмотреть на преступления, о которых они знают и о которых было заявлено. Узнав разницу, можно установить, о каком количестве преступлений люди не заявляют. Эта инфа не совсем точная, но если люди подойдут к этому вопросу аккуратно, то данная статистика может быть близкой к точной. Что касается подсчета видов животных, то это делается несколькими способами. Один из способов состоит в том, что одна группа отслеживает количество видов в области, а другая группа выясняет, сколько из них новых. Другой метод это линейная регрессия, вычисляющая приблизительное количество видов на основе оценок и сравнивающая его с тем, сколько фактически было идентифицировано. Кроме того, большинство еще не открытых организмов это очень крохотные ребята. Плюс мы уже дошли до небольшого числа новых птиц и млекопитающих, которые часто являются подвидом, который реклассифицируется как новый вид. Или это узкоспециализированные виды, обитающие в отдаленной и небольшой географической зоне. А из супернового это в основном жуки, грибки и другие мелкие организмы, которые обнаруживаются в большом количестве. Это организмы, которые трудно обнаружить и идентифицировать. Многие из них идентифицированы только из-за генетического тестирования на крошечных или микроскопических организмах. Почему нам сейчас так сложно отправить людей на Луну, если мы смогли это сделать 50 лет назад? Вот лучшая аналогия, которую я смог придумать. Нам также сложно построить пирамиду Хеопса, несмотря на то, что она была построена 4000 лет назад. Дело не в том, что мы не знаем, как это сделать, а в том, что изменились наши приоритеты. Мы не хотим тратить на это так много денег и не хотим рисковать человеческими жизнями, как рисковали тогда. Но мы можем сделать это. Вселенная состоит из атомов, которые в свою очередь состоят из субатомных частиц, которые состоят из кварков. Мы точно знаем, что на этом все? Или как настоящие пятилетние дети, мы постоянно будем спрашивать, а что дальше? Мы предполагаем, что кварк это самая маленькая частица, которая есть во вселенной на данный момент. И на это есть несколько причин. Первое. Все, что является кварком, не может быть разделено. То есть мы не можем разбить их на части, чтобы взглянуть на них по отдельности, тем самым извлекая больше информации, чем доступно. Это происходит из-за так называемого конфайнмента. Не вдаваясь в глубокую математику, скажу, что количество энергии, необходимое для разделения кварковых пар, мгновенно создало бы новые кварки. Но даже если бы мы и смогли разделить их, нам бы просто нечем было бы их наблюдать, так как они меньше всего того, что мы можем наблюдать при помощи наших приборов. Конечно, это не будет большой проблемой, потому что у нас есть другие способы обнаружения вещей, которые невидимы для электромагнитного спектра. Но помехой это будет определенно. Второе. Наше понимание вселенной и окружающей нас действительности основано на математических моделях и не отражает реальности полностью. По сути, наше понимание того, что происходит на субатомных уровнях, основывается на использовании наших наблюдений и испытаний в макромире. Пока что наши модели верны, но они не учитывают всего, и открытия будущего могут изменить наше представление о мире. Третье. Мы всегда будем спрашивать, а что дальше? Это фундаментальная основа науки. Когда мы полностью поймем нашу вселенную, если поймем, то мы зададимся вопросом, а что за ней? Как работали проститутки до изобретения контрацептивов? Люди вытаскивали? Существовали ли какие-то виды абортов? На самом деле существовало множество видов контрацепции. Аборты существовали в различных формах, хотя их риск и эффективность были весьма различны. Некоторые травяные отвары, читай яды, могут вызвать выкидыш. Конечно же, еще существовали храмы. Непорочное зачатие всегда являлось основой многих религий, так же, как и воскрешение. Поэтому, чтобы избежать дурных взглядов и стигматизации, молодые незамужние матери говорили, что это сделал Зевс. Этих детей оставляли в храмах, и хотя все понимали, что происходит на самом деле, за исключением некоторых наивных людей, все дружно притворялись и подыгрывали. Это происходило из-за того, что такие ситуации были весьма частые. Позже эта практика была заменена монастырями, девушек, которых их семьи застукивали за левым делом, отправляли в монастырь, где спустя несколько месяцев появлялся бедный ребенок-сирота. Почему людям нужна сбалансированная диета, чтобы оставаться здоровым? А многим животным для этого вроде как хватает очень узкой и ограниченной диеты. На самом деле узкие рационы есть у очень малого количества животных, плюс животные едят то, что не едим мы. Например, плотоядные животные будут есть внутренности и органы, в то время как человек в основном выбрасывает их. Эти органы часто заполнены питательными веществами, которые почти невозможно найти в мышечной ткани, а мышечная ткань это то, что мы называем мясом. Пожиратели растений обычно едят намного больше по объему и часто имеют в кишечнике много полезных микробов, которые помогают переваривать пищу. Вполне возможно оставаться живым при очень скудном рационе. Здоровее есть больше цельных продуктов и получать более широкий спектр питательных веществ. К тому же нужно аккуратно относиться к понятию «жрать только один вид еды». Если этот один вид еды – вареная картошка, то с такой диетой вы сможете жить сколько угодно. Если же этот продукт – белый хлеб, то у вас будут проблемы с обменом веществ из-за нехватки необходимых питательных веществ. Мука производится путем удаления наиболее питательных частей зерна, поэтому в ней не хватает много полезных веществ. Факт, который я узнал сегодня – картошка дает бессмертие. Могу подтвердить, я ем картошку и еще ни разу не умер. Почему фильмы Марвел и другие фильмы, которые напичканы компьютерной графикой, так дороги в производстве? На что именно тратятся сотни миллионов долларов? Я работаю в киноиндустрии и я эксперт по визуальным эффектам. Сейчас объясню. Первое. Около половины денег уходит на гонорары актерам и другим людям, режиссерам, продюсерам и так далее. Им платят либо процентами со сборов, либо абсурдно высокие гонорары. Плюс для этих людей нужно оплачивать роскошное пребывание на съемочной площадке, а это пребывание может длиться неделями или даже месяцами. Плюс нужно нанять водителей и взять в аренду автомобили, чтобы доставлять этих людей на место съемки. Звезды первой величины могут прописать в своем райдере что угодно. Однажды я видел апартаменты Джима Керри на съемочной площадке. Там была целая лужайка из астротурфа со столиком для пикника и вазы с цветами. Не спрашивайте у меня, почему он так хотел. Он просто захотел. Эти затраты являются дополнением к процентам от сборов, которые могут исчисляться миллионами для звезд первой величины. Если мы говорим про фильм типа «Войны бесконечностей», то у вас в нем снимаются парни типа Роберта Дауни-младшего, Кэмбербэтча и еще четверо парней по имени Крис, которые могут в одиночку вытянуть целый блокбастер. И поэтому они хотят, чтобы им платили соответствующее. Второе. Актеры, которые не играют главные роли, тоже должны появиться на съемочной площадке и получать деньги. Каждый случайный чувак, которого вы видите на заднем плане, это актер, которому платят за это. Если вы видите толпу из пяти сотен человек, то имейте в виду, что все они должны были быть доставлены на съемочную площадку, пройти гримировку, им подобрали костюмы, разместили, а затем еще и заплатили. Третье. То, что у вас осталось, идет на продакшн. Минимальная цена это 30 тысяч долларов в день. И вы наймете просто людей, которые будут управлять камерами и настроят освещение. И они обычно работают по 12 часов в день. И имеют профсоюзы, которые требуют хорошей оплаты, включая сверхурочные. Это примерная цена обычной съемочной команды. При этом за один день вы снимаете всего пару минут фильма. Если фильм большой и съемка идет 500 дней, то вам нужны люди, которые будут организовывать всех остальных людей. Если у вас какая-то сложная съемка, то вам понадобится еще больше людей. Четвертое. Если вы снимаете в каком-то конкретном помещении, то нужно платить людям, которые владеют этим помещением. Это может стоить миллионы, если вам нужно снимать там долго и владельцы знают, что у вас есть деньги. Плюс вам нужно заплатить целой команде людей, которые подготовят съемочное место. Возможно, вынесут всю мебель и занесут ту, которая нужна вам. Которую вам тоже нужно будет купить. Эти ребята тоже работают сверхурочно и за ними стоят профсоюзы, которые требуют соответствующей оплаты. Если вы решите, что это того не стоит, то вам нужна будет студия, в которой вы все построите с нуля. Либо вы заплатите компании, которая все сделает при помощи компьютерной графики, но это не будет дешевле. Пятое. Это еще не включает в себя расходы на Prey Post Production. Это составляет две трети процесса. У вас есть сценаристы, монтажеры, покрасчики, звуковики и куча других людей, которые должны делать свою работу до и после съемок. Плюс ко всему много где используется компьютерная графика и она не дешевая. Если посмотреть титры в конце марвеловского фильма, то вы увидите, что за графон отвечает 8 разных компаний, а это профессиональные команды, которые порой состоят из сотни человек. Если посмотреть все титры фильма от Marvel, то вы увидите тысячи имен, но держите еще какое-нибудь трехзначное число людей, которые не попали в список. Эти парни не работают бесплатно, это вам не студенческий фильм. Только представьте, сколько возни, а фильм в итоге говно. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео можешь дополнить ответы на сегодняшние вопросы. Плюс предлагаю посмотреть видео, где люди рассказывают либо о стыдных, либо еще каких-то кошмарных случаях, когда они умерли прям внутри и как избалованные богатые дети получают по заслугам.